Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня мы хотим поговорить о часто встречающейся проблеме, это боли в спине, связаны с напряжением поясничных мышц, как я думаю. Но я хочу задать вопрос своему эксперту Сергею Беляеву, он почти 20 лет занимается целительством в рамках массажных практик. И здесь, конечно, мне бы хотелось, чтобы ты пролил свой свет и рассказал, какой ты дал лайфхак, за счет которого можно преодолеть болевой синдром в области поясницы? Я могу это показать. Покажи, я развернусь через спиной. Вот смотрите, здесь вертебральная зона, и вот это вот место, оно отвечает как раз за поясницу. Когда его расслабляешь, поясничку отпускают, позвоночки становятся свободными, друг на друга не давят, мышцы их не сжимают, и поясничка расслабляется. Также поясничка очень связана с шеей, они взаимосвязаны. Можно, если болеет поясничка, можно шею помассировать. Такая хорошая работа в парах, да, Сережа, показывает? Я бы вообще рекомендовал все массировать. То есть вдоль всего позвоночника? То есть в теле все взаимосвязано, я даже не только вдоль всего позвоночника, но начинаю от пальчиков ног и кончаю макушкой. Сергей, а я обратила внимание, что некоторые ученицы, когда начинают заниматься йогой йони первый раз, и очень сильно прокачивают тазовое дно, да, они во время выполнения упражнений сильно зажимают поясницу, и она у них начинает болеть. Я всегда говорю, что на самом деле, если у вас прокачанное тазовое дно, то наоборот, это высвобождает напряжение из поясницы, потому что, скажем так, вес тела распределяется равномерно по всему объему туловища. Но первая чакра, наша Муладхара, это основа, это замок. Если она подтянута, то тогда все внутренние органы лежат на своем месте, то тогда осанка ровная, поясница не пребывает в дисбалансе и дискомфорте. Но, опять, возвращаясь к началу своего вопроса, многие ученицы так неистово стараются, и первые практики, что у них случается именно боль в пояснице. И они говорят, Катя, дайте, пожалуйста, упражнение, которое позволит снять напряжение в поясничном отделе. Я бы, конечно, дала в первую очередь эта работа с животом, например, соляной мяч. Потому что мышцы, которые у нас отвечают за блоки в поясничном отделе, они берут свое начало, подвздошно-поясничные в частности, от поясницы и проходят через брюшную виску, то есть внутри. И, соответственно, мы кладем мяч на мочевой пузырь и чуть левее, чуть правее к области подвздошных костей. Сергей, как работать в паре? Мне бы тоже хотелось, чтобы ты показал, как можно врачевать брюшную полость, если мы работаем в паре. Я тогда ляму так, чтобы было видно мой живот, да, наверное? Да. Вот так. Хорошо? С тыром можно начать с поглаживания легкого живота, погладить его несколько минут двумя-двумя ручками. Потом немножко начать вибрировать, вибрацию, такие холистические движения. Холистические? Да, как будто мы взбиваем яйца, но такой расслабленной рукой. Когда мы это поделали, мы можем уже попродавливать. Достаточно сильно мы это делаем, да? Очень приятно чувствуется, действительно, как тянется не только брюшная висцера, но и внутренние органы получают определенный импульс, что дарует, конечно же, состояние расслабления. И вот тут нужно понять вот этот момент, как лучше надавливать. Это приходит только с опытом. Но на самом деле нужно смотреть. Можно обучиться, да. Но на самом деле достаточно смотреть на реакцию партнера. Да, да, да. Поскольку, вот, мне кажется, что Сергей сейчас делает это оптимально. Правильно я понимаю, что ты делаешь это от кости к центру к пупочке? Да, да, вот под таким вектором. Туда, немножко вниз и вверх. То есть, пока мы ходим, все это вниз оттягивается, висит. А мы должны, наоборот, немножко это приподнять и немножко придавить. Угу. Хорошо. Но вот обратите внимание, Сергей сейчас работает руками в противофазе. Он внешнюю часть таза подтягивает наверх, а брюшную висцеру и внутренние органы сдавливает к пупочному центру. То есть, тянет к позвоночнику. Да, и здесь происходит такая синергия вытяжения мышечных структур. То есть, мышцы антагонисты, мышцы антагонисты работают в этот момент. И вот сейчас мы подходим к диафрагме, да, к желчным протокам в 12-першной кишке. Можно пальчиками вот так пальчики положить и туда потихонечку соединить их вместе, так попродавливать. А, очень приятно, да, действительно. Даже какое-то движение в брюшной полости возникло. Это, судя по всему, желчные протоки. Тут и желчные протоки, и диафрагмы, и биологически активные точки на окончании ребер. Плюс тут идут мышечные поезда, которые у нас напрягаются от психосоматики, скажем так, от стрессов. Да, от неприятия каких-то ситуаций. И для того, чтобы... Которые влияют на нашу осанку. Если они напрягаются, они нашу осанку кривят, нарушают. Плечики загибаются. Да, чуть вперед, и за счет этого, конечно же, нарушается не только осанка, но и общий эстетический вид божественного тела. И отсюда люди преисполнены, ну, где-то больше таких пессимистических нот в своем настроении. Вот чтобы этого не происходило, делайте йога-йони, укрепляйте тазовое дно, массируйте брюшную полость. Если вам не хочется работать в паре, и вы хотели бы проработать себя самостоятельно, вы можете заказать у нас соляные мячи, и я с удовольствием сделаю их для вас, и вы сможете выполнять все эти упражнения самостоятельно. Ну что ж, Сергей, благодарю тебя за эти чудесные упражнения, и мы увидимся на следующей практике.